Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Максим Бузинов, я руководитель группы исследований РТК Solar, работаю в компании уже 6 лет и отвечаю за создание и разработку технологичных и инновационных решений. Среди них технологии машинного обучения, компьютерная лингвистика, машинное зрение, имитационное и математическое моделирование. Также я являюсь автором моделей и алгоритмов технологии анализа поведения пользователей, User Behavior Analytics или UBA, сокращенно это международная аббревиатура. По образованию я математик, заканчивал аспирантуру Мехмата МГУ Ломоносова, и поскольку я теоретик и методолог, то сегодня я отвечаю за всю теорию. А за практику будет пояснять, как это модно говорить, мой коллега, имеющий большой опыт работы в полях на ниве информационной безопасности, Виталий Петросян. В своем докладе я расскажу о трех основных принципах поведенческого анализа. Это непрерывное изменение, субъективность или относительность и многогранность. Эти принципы известны аналитикам по всему миру и в той или иной трактовке фигурируют в научных статьях и аналитических работах. Итак, начнем с первого принципа. Это принцип, подразумевающий, что поведение это непрерывный процесс. И этот принцип очень хорошо описывает определение, данное американским ученым-психологом в 20 веке, известным Карлом Роджерсом. Он говорил, что человек — это текущий процесс, а не застывшая статичная сущность. Это текущая река изменений, а не застывшая сумма характеристик. И этот красивый тезис очень хорошо себя проявляет при работе с обнаружением внутренних инсайдерских угроз и инсайдеров. Я хочу отметить, что само по себе понятие инсайдер и инсайдер — это не такой ярлык на всю жизнь. Это состояние, которое зависит от времени. И какого бы инсайдера мы не рассматривали, будь то злоумышленник, небрежный инсайдер, либо это скомпрометированный пользователь или вполне официально носящий такой статус, мы всегда обязаны держать в уме момент времени, когда мы это делаем. Приведу пример. Сотрудник устроился на работу, заполнил анкету, и служба безопасности не имеет к нему претензий. Спустя пару месяцев в компании произошли организационные изменения, и он уже имеет доступ к инсайдерской информации. Он работает с ней, он официальный инсайдер. Еще спустя полгода он сдружился с администратором системы корпоративного документа оборота, системами CRM, и прекрасно знает, как она устроена. И для своего удобства настроил пересылку инсайдерской информации на свои ресурсы. Позже из его должностных обязанностей исчезла необходимость в использовании инсайдерской информации, администратор CRM уволился, и вроде бы он вернулся в исходную точку и не является инсайдером формально. Однако система CRM по каким-то причинам продолжает присылать ему инсайдерскую информацию, и, что примечательно, только ему одному. И такие ситуации встречаются сплошь и рядом, это случаи жизни. Вот именно эта комбинация факторов была обнаружена аналитиком системы UBA еще до того, как сотрудники безопасности столкнулись с первым инцидентом. И как только служба безопасности столкнулась с инцидентом, связанным с утечкой, с выводом инсайдерской информации, у них уже на руках была полная историческая ретроспектива вот этого нарушения. Еще одним важным аспектом любого процесса, о поведении этого процесса, является устойчивость или неустойчивость. И мы научились ее тоже измерять. Мы заметили, что когда мы находили инсайдеров-злоумышленников, мы заметили преобладание у них устойчивого поведения, если это аккуратный или осторожный инсайдер. И напротив, если мы рассматривали инсайдеров небрежных, которые проявляют некоторую халатность, то у них наблюдалось преобладание неустойчивого поведения. В данный момент мы ведем сбор кейсов, связанных с компрометацией учетных данных. И уже можем говорить о том, что наблюдается явное изменение в поведении, которое мы наблюдаем при так называемой подмене реального человека. Злоумышленнику, если он хочет осуществить компрометацию учетных данных, очень проблематично реально смоделировать поведение того или иного человека, поскольку у каждого пользователя вырисовывается свой собственный характер поведения и стиль поведения. Второй принцип, о котором я расскажу, это принцип относительности. И здесь я приведу цитату известного писателя Стивена Кинга, который сказал, что когда ты один, твое странное поведение вовсе не кажется странным. Это говорит нам о том, что какую бы систему измерений поведения мы не придумали, и пусть она будет в реальном времени, если мы будем измерять каждого пользователя в отдельности, то никаких качественных выводов мы сделать не сможем. Представьте, я приложил датчик к пользователю, и он мне показал число плюс 16. Что мне делать с этой информацией? Интуитивно я посмотрю на второго, третьего пользователя. Второго датчик покажет минус 7, у третьего минус 300. Наверное, что-то уже качественное чувствуется, но все равно очень много неопределенности. А если я посмотрю на все окружение, на всех пользователей, которые есть в организации, и датчик покажет у всех отрицательные значения, то, соответственно, сразу же будет налицо аномалия поведения. Морали. Любая система измерений должна учитывать специфику каждого конкретного водоема. И математические методы позволяют как раз создать такую систему измерений. Такие системы измерений называются скоринговыми или взвешенными. И мы в своей практике, анализируя поведение и применяя такую систему измерений, явно заметили, что так или иначе поведение инсайдера можно отличить от поведения его коллег. Это было обнаружено при сравнительном анализе поведения инсайдера с коллегами по должности, в рамках его подразделения, с коллегами, выполняющими те же самые функции рабочие, с коллегами, которые составляют тесный круг его общения или, как мы это называем, эго-сетью сотрудника. Третий принцип – это многогранность. Этот принцип диктует необходимость использовать множество точек зрения на поведение. Здесь я скорее приведу бытовой пример, который, наверное, может быть понятен любому человеку, не обязательно даже сотруднику безопасности. Допустим, спортсмен получает травму и идет к врачу. Врач, естественно, предлагает сделать ему рентген, и рентген, как точка зрения, ничего не показывает. Врач делает вывод, что это, наверное, определенная травма, несложная, и назначает какое-то лечение. И спустя короткое время совершенно случайно спортсмен делает компьютерную томографию. И она показывает уже наличие перелома. Естественно, врач назначает уже правильный верный диагноз и правильное лечение. Тем самым наличие другой точки зрения позволяет сделать правильные выводы и принять правильные меры. На практике такой подход многогранности очень хорошо себя зарекомендовал. Измерение поведения с разных сторон. С учетом активности сотрудника, пользователя внутри корпоративной сети, взаимодействия его с внешними контактами, реакцию окружения внешнего на его поведение, взаимодействия с руководством, со своими коллегами из тесного круга общения, с цепочками аномалий, которые фиксирует система UBA, с паттернами поведения, в которые он попадает. И комбинация этих факторов позволяет сделать правильные выводы, ну и, соответственно, принять адекватные, правильные меры в сторону сотрудника. Три вот этих обозначенных принципа диктуют наличие в любой современной UBA системы три составляющих. Первое – это наличие мониторинга в реальном времени. Второе – это относительная качественная шкала измерений, которая учитывает поведение всех пользователей в компании. И, наконец, это максимальное, а желательно неограниченное число точек зрения на поведение пользователя. Мы стремимся у себя в нашей технологии UBA реализовать все эти три требования. Мы используем при этом современные алгоритмы и вычислительные мощности. Мы разработали математическую модель поведения с использованием аппарата теории вероятности, случайных процессов и математической физики. С точки зрения алгоритмов мы используем алгоритмы машинного обучения без учителя из класса anomaly detection и поиска на графах. Очень полезным является интеграция с DLP-дозор, которая дает возможность беспрепятственно использовать мощный движок контент-анализа, включая текстовые классификаторы, цифровые отпечатки, распознавание образов в изображениях с помощью сверточных нейронных сетей и другие сложные алгоритмы, которые сразу же профитом дает DLP-система и учитываются в алгоритмах UBA-технологии. Позволяет обрабатывать все эти данные, проворачивать эти механизмы, алгоритмы, хранить эти данные, база данных, кликаус от Яндекс. Что можно сказать о преимуществах, которые должны, наверное, характеризовать любую современную UBA-систему, и они очень актуальны на сегодняшний день. Прежде всего, первое преимущество – это автономность и самообучаемость. Это преимущество позволяет учитывать специфику каждой организации, поскольку информационное поле, характер движения информации, коммуникаций для каждой организации очень специфичен и очень разный. Второе преимущество – это минимальные затраты на установку и развертывание. Это даже необходимость, которая диктуется наличием большого зоопарка систем безопасности, который обычно присутствует и ложится на плечи любой службы безопасности. И третье преимущество, которое уже тоже, по сути, становится стандартом, которое активно предлагается аналитиками Гартнера – это интеграция с DLP или CM-системами. Эта интеграция создает симбиоз двух подходов – подхода наличия фиксированной системы правил, которые обычно есть в DLP или CM-системах, и реакции на динамичные изменения в должностных обязанностях, в бизнес-процессах каждого сотрудника и выявление аномалий характерных, которые поставляет UBA-технологии. Уже, наверное, в финале своего доклада я выделю основные ценности поведенческой аналитики, которые она поставляет, по сути, ежедневно. Итак, первое – это выявление уязвимостей, которые недоступны для стандартной любой традиционной DLP или CM-системы. Это априори, поскольку любая DLP или CM-система предполагает сколь угодно, может быть, большую, гибкую систему, но все-таки фиксированных правил, закладываемых разово или регулярно. А UBA-технология, она адаптивная и позволяет, и не требует создания какой-то сложной системы правил. Она сама триггерит аномалии на основании какого-то отклонения явного от нормы каждого сотрудника. Собственно, это является априори тем, что система UBA, у нас на каждой инсталляции, на каждом пилоте или внедрении, выявляет то, что не смогла найти там DLP-система, какие бы сложные политики мы ни настраивали. Вторая ценность – это прогнозирование и профилактика инцидентов. Наличие истории и динамики поведения каждого сотрудника, так и групп сотрудников, и массовых тенденций, позволяет прогнозировать или предугадывать ущерб вероятный, а также оптимально планировать меры безопасности по отношению к тем или иным группам сотрудников. И третье преимущество или ценность, которая поставляется каждый день – это построение полной картины инцидента. Поскольку сотрудник безопасности работает с инцидентами каждый день, соответственно, наличие полной исторической ретроспективы каждого инцидента позволяет сосредоточить внимание действительно на важном и эффективно и разумно тратить свое время. Правильно мы понимаем, что технология UBA в целом ищет шаблоны использования, которые указывают на необычное поведение, скажем так, или на аномальное поведение, независимо от того, речь идет о действиях хакера, инсайдера, или даже выносного ПО. Все верно? То есть по всем направлениям она может построить такие шаблоны? Ну да, собственно, вот тот подход многогранности, и он и позволяет нам рассматривать целый набор видов инсайдеров, как и злоумышленника, так и небрежного инсайдера, которые на самом деле чаще встречаются, так и скомпрометированных пользователей, в том числе и действия каких-то вредоносных энтитий, ну или, так скажем, субъектов, которые могут не являться живым человеком. Это за счет чего достигается? Интеграция с DLP, с EM, с чем-то еще? За счет первого принципа, за счет того, что мы в реальном времени мониторим все коммуникации каждого сотрудника. И, да, естественно, что информация о характере работы, о характере работы с информационными активами, она поставляется системой DLP, и, собственно, вот это вот богатство знаний, оно используется в реальном времени вот для выявления, собственно, таких угроз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»